У нас сегодня последняя лекция, посвященная монадам, и мы поговорим про трансформеры монад. Ну, трансформеры монад — это будет у нас самый конец нашей лекции, самая последняя тема. До этого мы еще поговорим про некоторые свойства монад и того, какие инструменты в стандартной библиотеке есть для работы с определенными монадами. Ну, давайте посмотрим на план лекции. Итак, значит, сначала мы поговорим, вспомним про моноиды и поговорим про некоторое расширение понятия моноида на операторы над типами. Сам по себе тип моноида параметризован типом скайндом звездочка, а мы поговорим, каким образом это может быть расширено на аппликативные функторы и для монады понятия моноида. Дальше мы для того, чтобы двигаться и понимать, как устроены хаскельные библиотеки монад как следует, мы должны поговорить про некоторое расширение языка, про мультипараметрические классы типов. Это вот следующая наша тема. Дальше, после того, как мы изучим мультипараметрические классы типов, мы приступим к изучению, ну, фактически монады эйзер, но мы увидим, что монады для обработки исключительных ситуаций это не обязательно эйзер. И, наконец-таки, поймем, каким образом устроены ридер, райтер и стейт на самом деле. Ну, точнее говоря, почти поймем, потому что там было некоторое вранье, которое я специально от вас скрывал. И вот, когда мы изучим последнюю тему, трансформеры монад, мы, наконец-то, поймем, как они все устроены, как их можно связывать и как все зацеплено одно за другое. Вот это общий план. Ну, давайте начнем с нашей первой темы. Вспомним про то, как устроен класс типов моноид. Моноид — это класс тип, в который содержит в себе две функции. Первая функция задает нейтральный элемент для моноида, вторая функция задает бинарную операцию. Ну, моноид параметризован типом с простым кайндом звездочным, то есть моноид параметризован простым типом. А имеет тип, имеет кайнд, точнее говоря, звездочка. Ну, для моноида у нас требуется выполнение некоторых естественных законов. Собственно, ради этого все и затевается. Нейтральный элемент должен работать как правая и левая единица в нашем типе А. Ну, а операция, она должна быть ассоциативной. Ну, мы говорили про аппликативные функторы и монады. Вот некоторые типы, которые являются аппликативными функторами и монадами, они одновременно являются и моноидами. Ну, самые простые примеры — это пример списка и пример тип Мэйби. Ну, давайте посмотрим на то, как у Мэйби был устроен представитель класса типов моноид. Мы с вами сказали, что таких представителей, говорили в свое время, что таких представителей может быть несколько. Понятно, что в качестве нейтрального элемента может служить только nothing. Понятно, что два первых уравнения, которые написаны про mapend, напрямую следуют из того, что nothing как нейтральный элемент должен быть и правой, и левой единицей. Ну, и, наконец, оказывается, что нам нужно обслужить единственный случай, от него все сложности могут возникнуть, как же у нас соединяются с помощью операции mapend. Ситуация, когда у нас и левый контейнер не пуст, и правый контейнер не пуст, когда и там, и там у нас используется конструктор just. Ну, в этой ситуации мы с вами обсудили, что можно действовать по-разному, и вот в стандартной библиотеке мы как бы адресуемся к внутреннему типу, к типу А. Говорим, что внутренний тип должен быть моноидом. Это видно в контексте, который у нас в объявлении представителя сверху присутствует. И если внутренний тип моноид, то тогда мы просто переадресуем операцию в этот самый внутренний тип. То есть упаковывая все в контейнер just, а пускай mapend для внутреннего типа А занимается всем остальным. Ну, вот это некоторые напоминания, я надеюсь, что все это помнят. Давайте двинемся дальше. И еще вспомним про моноид. Мы могли объявить и другие представители, и более того, мы их объявляли. Ну, вот в данном случае отличие заключается в том, что у нас, мы говорим, что если у нас слева стоит элемент just в mapend, то он и возвращается. Если nothing, мы переходим к следующему элементу m. А если у нас нашу операцию mapend оказывается just, то мы с ним и работаем. То есть первый ненулевой элемент, первый не ошибочный элемент, если говорить на другом языке, в другой семантике, а у нас возвращается, ну, если у нас есть цепочка mapend, если у нас наша бинарная операция применена несколько раз подряд, то, собственно, вот такая семантика тоже может быть. То есть мы можем наш контейнер maybe наделить такой семантикой моноида. Ну, и в стандартной библиотеке есть упаковка, которая звалась first, для которой как раз вот эта вот реализация и является реализацией представителя моноида. Ну, просто потому, что двух представителей класса типов для одного типа сделать нельзя, поэтому мы вынуждены для других представителей использовать упаковки. Ну, все, это некоторые затянувшиеся воспоминания. А здесь единственное вот последнее предложение, я хочу обратить на него внимание. В прошлой реализации мы как бы адресовались к внутреннему типу, говорили, что внутри лежит должно быть моноидом, тогда и наш контейнер будет моноидом. Здесь же совершенно не важно тип, который там лежит внутри. То есть все берется из структуры контейнера. Ну, и вот для класса аппликатив, для класса аппликативных функторов мы можем ввести наследника, ну, если говорить на языке объектно-ориентированного программирования, ввести наследника класс альтернатив, который добавляет к аппликативному функтору, добавляет к аппликативному функтору еще две функции. Эти две функции устроены ровно так же, как у нас был устроен моноид. То есть фактически мы можем сказать, что класс альтернатив наделяет любого представителя класса аппликатив структурой моноида. Мы вводим некоторую дополнительную операцию, свою для каждого представителя, которую обозначаем вот таким вот символом, и вводим еще одну операцию, которая зовется empty. Ну, фактически, empty — это и есть нейтральный элемент, а это просто некоторая бинарная операция. То есть у нас требования, которые мы предъявляем и к empty, и к этой бинарной операции, ровно такие же, которые мы предъявляем к моноиду. То есть это должно быть левая и правая единица, бинарная операция должна быть ассоциативной. Такие требования должны выполняться. И тогда у нас получается, что у нас наш аппликативный функтор, наш аппликативного функтора появляется структура моноида. А для чего это может быть полезно? Ну, обычно это наличие такой структуры позволяет нам использовать наш аппликативный функтор в некоторых дополнительных контексте. Пример мы чуть позже увидим. Чем отличается вот такое вот определение от настоящего определения моноида альтернативы? Ну, идея такая. Здесь у нас классом, который объявляется представителем, у нас параметр типа имеет kind, звездочка, стрелочка, звездочка. Здесь же у нас в предыдущем моноиде kind у нас был вот такой вот, звездочка. То есть отличие в том, что у нас наш класс параметризован контейнерным типом каким-то. То есть здесь моноидом становится контейнерный тип. Ну, что здесь еще есть? Какие функции есть в классе типов альтернатив? Есть две функции sum и many. Они полезны для тех ситуаций, в которых класс альтернатив чаще всего используется. А используется он для того, чтобы организовать некоторый синтаксический разбор, парсинг. То есть вот функция sum, она говорит, что у нас должно что-то случаться один или более раз. Сейчас функция many говорит, что что-то должно случаться ноль или больше раз. Ну, если вы работали с парсерами, нам уровень с парсерами работали, мы видели, что такие функции, они в парсерах присутствуют. Ну, тогда вот этот вот оператор, он... Прошу прощения. Тогда этот оператор бинарный, он как раз и описывает нам некоторую возможную альтернативу. Мы чуть позже познакомимся с таким примером. Ну, давайте мы двинемся дальше и напишем представителя альтернативы для класса типов maybe. Ну, представитель альтернативы пишется ровно так же, как упаковка first. Ну и, собственно говоря, с точки зрения синтаксического разбора, это такое совершенно разумное поведение. То есть пока у нас что-то неудачное, мы передвигаемся по цепочке, если вы, например, посмотрите, по цепочке передвигаемся до первого удачного значения. Ну, а как только встретилось первое удачное значение, мы его и вернули. То есть в этом смысле у нас мы из цепочки альтернатив выбираем некоторую альтернативу, обладающую теми свойствами, которые нас интересуют. Ну, вот представитель альтернатив существует также для списков, но он не очень хороший в том смысле, что вот эти операции работают ровно так же, как они поработали в списке как моноиды, а вот самые они просто не работают по умолчанию, потому что список, в общем, не очень хорош с точки зрения альтернативы. Ну, вот еще одно использование класса типов альтернатив. Мы с вами уже сталкивались, точнее говоря, разговаривали о парсере, который зовется Parsec, библиотеки парсер-комбинаторов. У них есть, у этой библиотеки есть несколько интерфейсов. Вот есть интерфейс аппликативный, который мы как раз разбирали как пример. И есть интерфейс альтернатив. Вот здесь показан как раз пример, каким образом используется эта бинарная операция альтернативы. Мы можем взять два парсера, вот вторая строчка как раз показывает, парсер, который разбирает строку ABC, и парсер, который разбирает строку DEF. И сцепить два этих парсера с помощью вот такой вот альтернативы. После сцепления мы получим новый парсер, который будет разбирать либо такую строку, либо такую. Ну вот, в частности, дальше приведены примеры, которые показывают, как все это работает. Мы запускаем наш парсер сначала на строке ABC 1, 2, 3, ну и парсер разбирает строку ABC. Если у нас DEF 1, 2, 3, то парсер разбирает строку DEF. А если у нас что-то не то в самом начале, то наш парсер выбрасывает сообщение об ошибке, говорит, что неожиданное G, и говорит, что ожидается либо ABC, либо DEF. То есть вот таким образом у нас интерфейс альтернативы работает в библиотеке парсер. Ну хорошо, значит, с этим интерфейсом мы разобрались. Класс типов альтернатив в основном действительно используется для написания парсеров, хотя для других целей он тоже может использоваться, но чаще всего именно для этих целей применяется. Хорошо, следующий класс типов, который тоже наделяет структурой моноидов, что это? Это класс типов MONAD+. Если альтернатив наделял структурой моноида класс типов аппликатив, то MONAD+, наделяет структурой моноида класс типов, который зовется MONAD, то есть тот класс типов, с которым мы, собственно, сейчас работаем, а который мы сейчас изучаем с вами активы. Вот перед вами определение класс-типов MONAT PLUS. Это ровно то, что я сказал. Требования, накладывающиеся те же самые, стандартные. Ну, представитель MONAT PLUS для списка естественным образом пишется. То есть, что такое нейтральный элемент для списков, это пустой список. Что такое операция, которая обладает нужными нам свойствами. Это конкатенация списков. Ну, ровно то же самое можно сказать и для класс-типов MAYBE. Вот представитель MONAT PLUS для MAYBE. То есть, функциональность такая же, как у альтернативы. Но единственное, что здесь мы заходим немножко с другой стороны, со стороны MONAT. И поскольку MONAT обладают некоторой спецификой, есть возможность эту специфику каким-то образом расширить. Но сначала, прежде чем говорить про специфику, поговорим про законы. С законами здесь беда. Поскольку MONAT могут использоваться в разных контекстах с разными целями, то законы здесь выполняются не всегда. Есть один универсальный закон, который выполняется всегда. Это закон левой ноль. То есть, MONAT PLUS взаимодействует с монадическим биндингом вот таким вот стандартным образом. То есть, ну, предполагается, что закон левой ноль, он совершенно естественный. На M0 нейтральный элемент. Он должен быть обнуляющим все дальнейшие вычисления. Есть еще, конечно, законы, которые всегда выполняются, потому что законы MONAT. Но я про них не говорю. Конечно, там M0 должно быть нейтральным элементом, и MPLUS должно быть бинарной ассоциативной операцией. То есть, ну и нейтральным элементом левым и правым. То есть, три закона MONAT безусловно выполняются. Левый ноль тоже выполняется. И есть еще два закона вот таких вот, которые иногда выполняются, иногда нет, в зависимости от семантики нашего мануэда. Вот на практике мы как раз поизучаем в качестве задачки одной, какие законы выполняются для каких стандартных MONAT. У нас есть MONATа списка и MONATа maybe. Самая первая MONATа, с которой мы знакомились. Вот мы посмотрим на эти два закона. посмотрим, выполняются они или нет. Вы сами с этим разберетесь. А дальше мы обсудим немножко, почему это так, и для чего вообще все это требуется. Ну, общая структура законов такая, она понятна какая. То есть, наша бинарная операция MPLUS, она должна как-то взаимодействовать с операцией монадического биндинга. Вот если мы посмотрим на закон левой дистрибутивности, ну, говорит, что она должна быть дистрибутивной. То есть, наше одно относительно другого. Ну, а закон LEFT-CATCH тоже, в общем, кое-что выражает. Здесь, опять же, операция MPLUS взаимодействует с операцией RETURN. Ну, вот как они должны друг с другом взаимодействовать, чего требуется от них. Вот здесь в этих законах и выражается. Ну, окей, двинулись дальше. Для чего монад PLUS используется? Монад PLUS позволяет кое-какие вещи, с которыми мы работали с помощью некоторых синтаксических ухищрений, упростить. Вот есть полезная функция, часто используемая из монад PLUS. Это функция GUARD. Если наша монада M является также представителем класса типов монад PLUS, то мы можем выполнить следующую защитную функцию. Посмотрите, как она работает. Она принимает булево значение, эта функция, а возвращает значение единичного элемента, то есть значение, которое нас неинтересно, упакованное в нашу монаду. При этом, если булево значение передается истинно, то у нас возвращается вот это вот значение, ну, просто с помощью RETURN. То есть RETURN упаковывает это значение в нашу монаду. Скажем, если бы это был у нас наш контейнер MAYBE, то в MAYBE RETURN, как вы помните, это JUST, и у нас здесь возвратится JUST, ну, единичный элемент. Если бы это был список у нас, то в списке что вернется? Ну, список с одним элементом этим. Хорошо. Это случай, когда у нас аргумент истинный. А когда аргумент ложный, тогда у нас возвращается элемент M0, то есть нейтральный элемент для нашего моноида. Мы, да, я напомню, монад пласт наделяет монаду моноидальной структурой. Какой нейтральный элемент для типа MAYBE? Это, конечно, nothing. Какой нейтральный элемент для списка? Пустой список. Что в итоге у нас возникает? У нас возникает некоторый переключатель. Помните, как, что, ну, на примере монады списка я расскажу. Каждый шаг в монаде списка – это некоторое размножение вычислений. Вот что означает, что мы применили GUARD. Если GUARD передали истинное значение, то у нас просто прошло вычисление дальше. Всего один элемент списка. А если GUARD ложное вычисление, то у нас вычисление остановилось, потому что пустой список передали. Ну, ровно так же и MAYBE. И мы на MAYBE смотрим, как на монаду с возможной ошибкой. Здесь, если передали истину, то все безошибочно прошло, вычисления пошли дальше. Если какая-то ошибка произошла, то есть nothing мы вернули, то вычисления остановились. То есть это как раз GUARD, этот способ либо продолжить вычисление, либо остановить вычисление. В монаде с вот такой вот структурой. Первый закон, который был закон левого нуля, он для всех представителей класс-типов монад-пласт должен выполняться. И он как раз об этом и говорит. Мы теперь понимаем, что он значит. Если M0 у нас встретилось в наших вычислениях, то все дальнейшие вычисления прекращаются. Но мы видим, что и для MAYBE, и для списка это ровно так и происходит. Ну вот теперь мы можем пользоваться GUARD, и теперь наш уже, вот скажем, список всех пифагоровых троек, он может быть написан очень элегантно, без всякого сопоставления с образцом, которое мы использовали раньше. Или мы IF, THEN ELSE пользовались. Но есть более компактная конструкция, конструкция GUARD, которая в монаде списка, в монаде MAYBE работает. Но она работает и в любой монаде, которая является представителем монад-пласса. Но хорошо, что еще в классе монад-пласс есть? Есть еще две полезные функции, которые позволяют выполнять действия, уже нам хорошо известны. Первая из этих полезных функций, это функция mSUM. То есть если у нас наша монада является представителем класса монад-пласс, то у нас есть две операции, с помощью которой мы можем легко осуществлять свертку. Ну и вот mSUM как раз и делает такую свертку. Если у нас есть список монадических значений, то мы можем его свернуть до монадического значения. И есть еще одна функция, которая зовется mFILTR. Не надо путать ее с функцией фильтр m, она немножко другая. mFILTR просто говорит, что мы можем любую монаду с помощью предиката фильтровать. Как конкретно происходит фильтрация? Зависит от монады. Ну и идея такая, что мы можем, если наша монада представитель монад-пласс, использовать монадическую, использовать вот эту же самую идею, что у нас есть m0 как нейтральный элемент, который можно в нужный момент подсунуть, ту, которая у нас была в гвардии, использовать и для фильтрации. То есть вот у нас есть монада. Мы первое, что делаем, вынимаем из нашей монады значения. Дальше проверяем эти значения с помощью предикатов. И если предикат выполняется, то возвращаем это значение неизмененным. Да, оно прошло фильтрацию. А если оно не прошло фильтрацию, если предикат ложный, то мы просто возвращаем m0 в нашей монаде. Ну а какая семантика этого дела? Зависит уже от конкретной монады, конечно. Но общая идея синтактическая именно такова, что мы можем вот это вот действие, либо одно, либо другое, либо m0, либо return, что-то использовать, использовать для каких-то определенных целей. Ну вот про класс типов монад-плазмы поговорили. И на этом мы, в общем, заканчиваем вот это вот направление, направление наших действий. То есть мы увидели, что мы можем использовать моноидальность в разных контекстах. Вообще моноиды достаточно такой фундаментальной алгебраическая структура, и поэтому она в разных контекстах нам оказывается полезна. Вот наделять монады, аппликативные функции структурой моноида, можно некоторым способом, задавая соответствующий класс типов. Но наделить структурой, это значит, еще раз, это значит задать какую-то еще дополнительную операцию. Смысл этой операции, он, конечно, зависит от конкретной моноиды. Ну окей, давайте теперь двинемся дальше и поговорим про мультипариметрический класс тип. Это такая немножко отдельная тема. Это некоторое расширение синтекса Хаскеля. В стандартах языка Хаскеля такого нету. Ну давайте познакомимся на некотором примере с тем, как мы можем эти мультипариметрические классы типов задавать и использовать. Давайте рассмотрим линейную алгебру. Ну я надеюсь, что вы знаете, что такое линейная алгебра. Ну такую простейшую линейную алгебру над интами, значит, у нас есть вектор двумерный, это два инта. У нас есть матрица, ну которую мы описываем как два вектора. Понятно. Вот у нас есть два типа данных, то есть либо пара чисел, либо четверка чисел. Ну теперь мы можем, задав даже такую простую алгебру, мы можем реализовать много-много разных умножений. Например, произведение двух матриц 2 на 2, это, конечно, матрица 2 на 2, это один код у нас есть. Я уж не буду здесь писать, как все это делается, то есть все понимают, что это можно написать. С другой стороны, если мы матрицу умножаем на вектор, то мы получим вектор. Это другое умножение. Если мы матрицу умножим на целое число, мы получим матрицу. Если мы целое число умножим на матрицу, мы получим матрицу. Ну можно еще там придумать всяких умножений, которые можно сделать. Почему я не могу пользоваться обычным оператором умножения? Ну, если я прелюду подгрузил, у меня вроде оператор умножения есть, но у него, к сожалению, слишком бедная сигнатура. Он нам говорит, что сигнатуру оператора умножения из класса типов ну, а-а-а, то есть здесь, здесь и здесь должен быть один и тот же тип данных. А у нас разные типы. Ну, поэтому мне приходится какое-то другое умножение придумывать, ну, либо прелюду не подгружать, чтобы не конфликтовать с этим, либо другой значок использовать, я использую другой значок. Ну, вот могу объявить вот такой класс типов. Класс типов, который зовется мульт А, Б, С, и который говорит, что это, что это такое. Ну, синтаксически понятно, что это такое. Там есть умножение, есть три типа. Левый со множителем, правый со множителем и результат умножения. У нас все могут быть разные, поэтому нам нужно писать вот так. Ну, и я могу написать соответствующие представители для всех тех умножений, которые я хочу сделать. Ну, вот таких мультипараметрических класс типов в стандарте языка нет. У нас в стандарте языка класс типов определяется так. Класс С, и у него есть единственный параметр А, В. И на это есть некоторые резоны, потому что вот это вот обычное определение класс типов, это просто некоторое описание интерфейса для нашего типа А. Что можно с типом А делать? Какие есть функции, которые тип А как-то умеют обрабатывать? То есть это интерфейс в точности для одного типа. Там инстанс класс типов num А. Ну, значит, что такое класс типов num? Это значит, что для А должно быть задано умножение, там деление и так далее, и так далее, и так далее. Сложение, ну, для num А там немножко. То есть это интерфейс. Как только у меня появляются два параметра, казалось бы, это такое не очень сложное синтаксическое расширение. Ну, два параметра и два. Но здесь у меня уже не интерфейс для типов. У меня здесь задается отношение между двумя типами, между А и Б. То есть класс типов. А отношение, эта штука с математической точки зрения, гораздо более сложная, чем интерфейс. То есть это некоторая зависимость А от Б. Причем и там может быть много разных способов описать эту зависимость. И вот, если у меня параметры совсем-совсем никак друг с другом не связаны, у нас могут возникать некоторые проблемы, которые мы сейчас на этом примере и увидим напрямую. Ну да, прагма нужна одна. Я про это не сказал, но это, в общем, вы, наверное, прочитали. То есть это расширение языка. Многопараметрические классы типов, классы типов с несколькими параметрами. Нужно прагму подключить. Ну и вот наше решение, которое мы написали на предыдущем слайде, будет работать, но оно слишком полиморфное. Давайте попробуем просто взять и перемножить две матрицы. Задаем матрицу А. Задаем матрицу И. Матрица И — это единичная матрица. Ну и пытаюсь умножить А на И. И получаю сообщение об ошибке. Что у меня система вывода типов Хаскеля определила? Она определила, что у нас действительно есть представитель класса типов мульт, матрикс, матрикс из произведения. То есть из того, что у меня используется умножение, и из того, что у меня левый сомножитель и правый сомножитель — это матрикс. Она поняла, что нам нужно в наш класс типов, а он, напомню, трехпараметрический мульт. Вместо А подставить матрикс, вместо Б подставить матрикс. А какое возвращаемое значение? Ну вот она говорит, а вместо сомнения нечего подставлять. Ну, конечно, разработчики языка могли бы поступить следующим образом. Разработчики языка. Да, ну вот если мы подскажем результат, который мы хотим, все произойдет хорошо. Видите, да, я там последняя инструкция, просто подсказка. Я сказал, что я хочу получить результат типа матрикс. Окей, теперь вместо сомнения все подставилось, и все получилось. Давайте вернемся на предыдущий слайд и посмотрим, что у нас здесь происходит. Ну, вроде бы, как бы, мог бы быть какой-то алгоритм поиска. Ну, вот он ищет матрикс, матрикс, что-то, и находит только один представитель instance, потому что больше здесь матрикс, матрикс нет. То есть, вроде бы, неоднозначности нет. Но это слишком, слишком хрупкая конструкция. А вдруг кто-то напишет там потом матрикс, матрикс, я не знаю, там, int. И сразу же код, подгрузили какую-то библиотеку, и код перестал компилировать. То есть, вот это не очень хорошее соображение, что мы полагаемся на единственность того, что совершенно не обязательно должно быть единственным. Поэтому в Хаскеле система вывода такая, что она требует явного указания того, чего мы хотим. Но, тем не менее, здесь мы прекрасно понимаем, что из семантики нашей задачи понятно, что ничего другого не может быть. То есть, мы умножение матриц задаем единственным образом. то есть, нам достаточно указать это и это, и тип результата восстанавливается по типам аргументов. То есть, у нас оператор умножения наш, он имеет, конечно, такой тип, трехпараметрический, А, Б, С. Но после того, как мы зафиксировали тип А и тип Б, тип С, он от них зависит. И вот есть некоторое расширение для этого расширения, которое зовется, которое зовется функциональные зависимости, фундепса. Мы, когда объявляем класс типов, говорим, что этот класс типов, просто трехпараметрический класс типов, он слишком богат, и с ним тяжело работать. Но мы можем на уровне объявления класса типов сказать, что нет, параметр С у нас не является таким же свободным, как параметры А и Б. После того, как параметры А и Б заданы, тип С должен определяться однозначно. Вот если мы изменим определение наших класс типов вот таким вот образом, то дальше все будет работать. То есть это как раз включает механизм поиска. То есть заданные А и Б мы как бы подсказываем, должны однозначно на уровне класса объявления класс типов, говорим по А и Б, однозначно С восстанавливается. Тогда наша система поиска, найдя вот то определение матрикс, 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 успокаивается, потому что здесь мы гарантируем однозначность именно на уровне класса типов. Ну вот здесь все работает. Для того, чтобы фундепсы работали, нужно тоже вставить соответствующую прагму. Прагмы все, кстати, я вам в домашних заданиях придется прагмы ставить, поэтому я сейчас обращу ваше внимание. Прагмы ставятся всегда первой строчкой вашего файла исходного кода. На самом-самом верху, еще до имени модуля, например, если у вас модуль есть. То есть это самая первая строка. Ну окей. Ну да, если несколько прагм, то они через запятую перечисляются. Вот фундепсы, там мультипараметр type-класса и так далее. В одной прагме. Language это как раз расширение языка. Есть еще другие прагмы. Но нас сейчас будет интересовать только language. То есть это то, что в стандарте языка не описано, но это вот фундепсы и многопараметрический класс тип фактически считается стандарт, частью стандарта Хаскеля. Во всех компиляторах обычно реализуют это, потому что без этого Хаскель довольно бедный язык. То есть это позволяет очень многие красивые конструкции настроить. Ну это так же, как с обычными классами типов. Ну если два инстанса, он сразу же прекратит компилироваться. Ну вот он как бы, вот он эту ситуацию, он не рассматривает С как свободную переменную. То есть он говорит, что если я нашел какую-то реализацию для матрикс-матрикс что-то, то это как бы и есть то, чего мы ждем. То есть фундепс это просто некоторое утверждение, что как бы вот это должно быть А определено и Б в единственном экземпляре. Ну хорошо. Рано еще перерывы делать. Ну давайте не будем делать перерыв. Давайте продолжим. А что-то были некоторые такие вспомогательные вводные темы. Давайте мы теперь уже перейдем к последней монаде, которую мы с вами еще так толком не обсуждали. Это монада с обработкой ошибок. К нашему несчастью мы сейчас находимся в ситуации, когда язык некоторым образом довольно сильно меняется. Вот тот компилятор, который сейчас вышел, он содержит некоторые новые требования, то есть довольно такой большой шаг в изменении языка. Мы сейчас работаем еще на компиляторе 6.8, а вышедший компилятор 6.10 уже некоторые новые вещи содержит. Вот в частности в компиляторе 6.10 про класс тип, который мы сейчас с вами будем изучать, сказано, что он деприкатит. То есть мы сейчас изучаем error, то, что называется error. А одновременно с этим в компиляторе 6.10 и так далее появился тип accept, который практически ничем за исключением одной маленькой вещи не отличается от error. Но эта маленькая вещь, она как бы немножко гадкая, поэтому от нее хотят избавиться, и поэтому говорят так, можете пользоваться пока error для старых задач, в новых задачах используйте accept, который работает так же, только чуть лучше. А потом через несколько версий error совсем задеприкатит. Ну и вот, собственно, это некоторая вводная часть такая организационного характера. Теперь давайте поговорим о том, о чем идет речь вообще. Это на самом деле мы говорим про имя модуля. Это ни про какой класс, ни про какой тип данных, это имя модуля. То есть был модуль error, теперь этот модуль будет называться accept. Вот давайте вспомним, как мы вообще говорили про обработку ошибок. Мы говорили следующее, что вот монада ether, есть вообще монада maybe, во-первых, которая, в общем, описывает общую семантику обработки ошибок. Либо ошибка произошла, насек, либо jazz, значит ошибки не произошло. Но монада maybe слишком бедная, в том смысле, что нам хотелось бы еще какую-то информацию об ошибке передавать. Ну, какую информацию? Ну, можно строковую, тогда мы можем пользоваться типом данных ether, то есть написать, сделать монаду ether монадой, левый параметр связать строкой, ну, а в правый параметр, значит write все хорошо, а left, значит какая-то ошибка произошла. То есть это хорошая идея, полезная, но иногда нам не хочется в виде строки информацию об ошибке держать, а хочется видеть что-то более богатого, чем строка. Ну, там какой-то объект, которым там что-то там, строка, число какое-то там. Ну, если вы писали обработчики ошибок на таких объектно-ориентированных языках, вы понимаете, что объект, который передается, который с row, он может быть сложным. Вот здесь вот, как бы, и вот здесь с самого начала вводится пользовательский класс ошибок, который обобщает нам стринг. То есть он говорит, что у нас есть класс типов error, который имеет две функции члена. NoMessage ошибка без сообщения и StrMessage это ошибка с сообщением. Так вот, этот класс типов, как раз он унаследован от некоторого объектно-ориентированного программирования. То есть это некоторый базовый класс для всех классов, для всех ошибок. Ну, вот, в общем, исторически он возник, потом оказалось, что он нафиг не нужен в Хаскина, как некоторый базовый класс, вот с таким вот какой-то там функцией, NoMessage, StrMessage и так далее. И вот как раз в error и он есть, а отсюда он выкинут. То есть вообще нет никакого. Любой класс, любой тип можем использовать как сообщение об ошибке вот здесь вот. Если хотим некоторый интерфейс, чтобы он был, мы можем этим интерфейсом наделить наш класс. Но вот я чуть-чуть позже скажу, какую все-таки пользу от этого класса error есть и скажу, как это решается в акцепте. То есть вот то, с чего я начинаю, этого как раз не будет. Но пока это есть, нам кое-как иногда нужно делать. Вот наш пользовательский класс ошибок. Давайте мы, ну, самая простая ошибка, какая может, деление на ноль. Вот давайте мы как бы обслужим деление на ноль. Значит, вот есть тип данных, ошибка деления на ноль. И мы говорим, что это тип данных, либо это деление на ноль. Ну, деление на ноль, какая дополнительная информация нам еще нужна? Ну, в общем, вроде никакой, поэтому просто error. Либо у нас вот есть какой-то еще конструктор other, ну, вдруг какие-то еще ошибки там будут. Давайте добавим для разнообразия other. То есть либо просто деление на ноль, либо что-то еще там, ну, и там будет храниться строка. Вот такой тип данных мы задаем. В этой версии его можно будет использовать уже как класс ошибки. В современной версии мы должны еще написать представителя класса типов error. То есть, ну, фактически описать noMessage или streamMessage, или и то, и другое. То есть сделать этот класс представителем класса типов error. Ну, все, вот наш divbyError сделал представителем класса типов error. Когда у нас базовая ошибка, то у нас ничего не интересует, никаких строк мы не передаем. Ну, а если в противном случае что-то передаем, ну, вот давайте сделаем представитель. Хорошо, ладно, начали изучение с того, что скоро будет выкинуто. Ну, в общем, теперь и так, мы что знаем, у нас мы создали нечто, что мы можем, чем мы можем делать с row. То есть тип исключительной ситуации. Теперь поехали. Как, собственно, с row и catch запускать? Ответ такой. Создается некоторый специальный класс тип, в который содержат фундепсы. Идея в следующем заключается. Мы любую монаду можем наделить умением обслуживать ситуацию с ошибочками. То есть мы не говорим, что вот конкретная монада нам служит для обслуживания ошибок. Нет, мы говорим, что мы просто пишем некоторый интерфейс, как из монады делать монаду, умеющую обслуживать ошибки. Ну, а как из монады сделать такую монаду? Мы объявляем класс тип двухпараметрический. Первый, ну, точнее, параметр m, это параметр, который независим. То есть это некоторая монада. Но монада, которая умеет обслуживать ошибки, она должна каким-то образом что-то нам говорить, как она эти ошибки обслуживает. Она должна сама по себе знать о том, какие ошибки она обслуживает, как эти ошибки устроены. Вот тип e, второй параметр, это как раз тип ошибок. То есть мы говорим, что мы объявляем некоторый класс тип а, класс тип монад error, m это монада, она имеет kind, звездочка, стрелочка, звездочка, это один параметр, а второй параметр e, ну, который получается для данной монады, это просто тип ошибок в этой монаде. Ну и теперь дальше мы что можем? Мы можем написать интерфейс этого класса тип. Что же значит уметь обрабатывать ошибки? Ну, уметь обрабатывать ошибки, значит уметь делать две вещи. Эти ошибки, как это по-русски throw? Кидать? Да, скажем так, неофициально. Выбрасывать ошибки throw и ловить эти ошибки где-то. Ну, вообще в объектно-ориентированных языках еще есть try, но try это как раз вычисление в этой монаде. Мы запускаем вычисление в этой монаде, это и означает, что у нас try. Неявный блок try, это вычисление в этой монаде. Throw, значит, выкидывается, исключение catch, ловим. Ну, давайте посмотрим, как throw устроим. А когда мы вызываем throw, мы, очевидно, должны туда какую-то ошибку передать. Ну, собственно, мы и видим, что throw и в качестве параметра передается как раз объект типа E. То есть все хорошо, создали объект типа ошибки и сгенерировали эту исключительную ситуацию. А что возвращает нам? Ну, она возвращает нам некоторое монадическое вычисление MA. То есть все правильно, у нас же есть монадическое вычисление, каждая строка монадического вычисления это как бы некоторое значение, упакованное в нашу монаду. Ну и окей. То есть у нас, мы когда будем писать do-блок, вот у нас есть некоторое монадическое вычисление, и в некоторый момент я могу написать, например, throw. Ну, все, вот у меня строковой тип используется в качестве E. Правильно? А эта строка нормальная в этой монаде. Ну, как throw устроен конкретный, это в конкретной монаде написать нужно, конечно. То есть здесь мы описываем только интерфейс. Но интерфейс такой, позволяющий вот так работать. Ну, а дальше второе кетч. Ну, кетч устроен понятно как. Во-первых, у нас что есть в кетче? У нас в кетче есть некоторое вычисление, в котором мы ловим ошибку. То есть вот это все вычисление. Можем его дальше степеть и написать. Кетч. То есть вот это вычисление, оно имеет тип MA. Дальше мне нужен какой-то обработчик ошибок. Что такое обработчик ошибок? Обработчик ошибок, он должен уметь ловить некоторую исключительную ситуацию E. Правильно? Принимать в качестве параметра. И дальше обработчик, вообще говоря, должен восстанавливать мне вычисление. Правильно? То есть возвращать меня в нормальный поток вычислений. То есть обработчик обработал, ну, а что значит? Что такое нормальный поток вычислений? MA. То есть вот эта вот функция обработчик. Она умеет принимать ошибку и как-то на ошибку реагировать, обрабатывать его и дальше продолжать вычисления наше. Ну вот, собственно, если вы посмотрите, вы увидите, что как раз функция catcher такой прототип имеет. Здесь вычисления, здесь обработчик ошибок. Ну а в результате у нас что возвращается? Некоторые МААА. То есть вычисления продолжаются. Ну а давайте мы все-таки напишем теперь представителя вот этого класса типов мультипараметрического для типа данных самого главного обработчика ошибок. Естественно, класс типов Aether, параметризованный типом ошибки каким-то, это самый лучший. Самый простой, самый удобный обработчик ошибок. Давайте мы напишем представителя нашего класса типов MonotError. Ну, Aether уже связывает внутри себя вот этот параметр E, поэтому Aether E это как раз та монада, которая хороша, и в ней уже класс ошибки, то, что лежит в конструкторе left у нас, он задан, и поэтому у нас как раз вот эта функциональная зависимость, с которой мы начинали, она работает. Да, зная по монаде, мы знаем тип E. Ну разнаем тип E, то вот мы, видите, пишем instance, очень хороший, монад error E, где E взялась из нашей монады, то есть fundeps у нас выполнен однозначно. Aether E. Ну теперь что такое true error, если мы вычисляем в монаде Aether? Ну понятно, что это такое. Пока у нас в write происходит все вычисления, то все вычисления идут нормально. А как только left, это значит, что у нас произошла ошибка, как раз в left у нас лежит тип E, поэтому все чудесно. Left это как раз throw error. То есть вот как бы здесь на самом деле, если бы мы не писали общий интерфейс, а частный, мы бы написали просто left. Да и все, если бы это вычисление в монаде Aether было. Но здесь мы как бы некоторый более общий интерфейс написали, throw error это как раз в конкретной монаде ошибки что-то значит. Waiter at left. Ну хорошо, а дальше как catch error работает? Ну catch error работает очень просто, потому что у него как бы ровно так, как он должен работать. То есть смотрите, если у нас вот это вычисление, с ним все хорошо, то у нас одна ситуация, вторая, когда все-таки произошло возбуждение ошибки. Если возбуждение ошибки произошло, значит отсюда у нас пришел left что-то, left L, то есть некоторое сообщение об ошибке пришло. И что мы должны сделать? У нас в качестве второго параметра, справа стоит хендлер, обработчик ошибок, а слева у нас стоит left L, ну значит мы берем у наш обработчик ошибок функцию с таким типом, передаем нашу ошибку, передали ошибку, эта функция вернула на вычисление, но все хорошо, у нас ошибочная ситуация обработана. Ну наконец, а если здесь не left, а что-то другое, значит right, ну смотрим на то, что там написано. А если right, то и хорошо, никакого обработчика не надо использовать. Ну правильно, блок кетч отрабатывает только когда, знаете, да, объектно-ориентированно прогнорируется, только когда ошибка произошла, а если ошибка не произошла, то break кетч игнорируется. Здесь ровно это и написано, что если у нас не left, а что-то другое, ну то есть right, значит блок кетч игнорируется, обработчик ошибок игнорируется, и у нас вычисление то же самое, которое у нас пришло. Ну вот синтаксис работы с этим представителями класса типов monadError, он вот такой, мы писаем просто do, дальше набор некоторых действий, и дальше, как я писал, catcher и некоторая функция обработчика. Ну как, в общем, в объектно-ориентированном программировании приблизительно. Хорошо, давайте мы теперь обсудим, как это можно использовать в народном хозяйстве. Вот давайте объявим некоторую, у нас уже есть тип div by error, мы с него начали. Давайте мы теперь продолжим его использовать. Объявим некоторое безопасное деление, которое принимает два значения типа double, а возвращает либо значение типа double, либо ошибку деления на ноль. Ну вот перед нами там написано как раз в типе, это и указано. В левое left это div by error, а right это double. Ну хорошо, как написать эту функцию деления? Очень просто. Если ноль у нас в качестве делителя, то генерируем исключительную ситуацию, пишем throw error и пишем тип этого объекта. У нас div by error устроен там сложно, но вот мы выбираем нужный элемент этого перечисления, а именно r0, и эту ошибку генерируем. Во всех остальных ситуациях срабатывает строка x на y, где мы просто вызываем обычное деление, но поскольку у нас вычисление в некоторой монаде, мы заворачиваем результат в return. Ну хорошо, написали такое деление, давайте мы его теперь помучим. Ну в том синтаксе, который мы сказали на прошлом слайде. Значит давайте, вот у нас есть пример, тип его понятно какой, ровно такой же, то есть он будет деление тестировать. Ну и что она делает? Она принимает два параметра x и y, запускает некоторое вычисление, которое мы обозвали action, и в этом вычислении у нас могут быть ошибки, поэтому мы пишем catcher handler, где action написан здесь. Action заключается в том, что мы что делаем? Пытаемся поделить и получаем некоторый результат, ну и результат превращаем в строку. Для того, чтобы возвращаемый тип у нас строка, для того, чтобы все как бы выводить на экран, скажем, единообразно. Ну тогда обработчик выглядит как? Мы просто, если произошла ошибка, то мы берем эту ошибку, вызываем функцию show, чтобы превратить ее в строку, и возвращаем упакованную в нашу монаду. Return здесь нужен, потому что у нас результат обработчика должен быть упакован в нашу монаду. Ну, как это работает? 5 делим на 2, что получаем? Ну, все хорошо, у нас никакой ошибки не произошло, поэтому у нас вычислилось значение 2,5, которое и было нам показано. Поскольку у нас все происходит в монаде Aver, то все упаковано в write. Ну, а поскольку у нас там show вызывается, то, соответственно, 2,5 в кавычке заключено. Если же мы пятерку делим на 0, то что происходит? У нас при попытке делить генерируется исключительная ситуация, которая передает вычисления в обработчик-хендлер, а обработчик-хендлер что делает? Он выводит информацию об ошибке в строку, а дальше упаковывает все опять в нашу монаду, но return это опять write. И поэтому у нас результат по-прежнему write. То есть у нас вычисление, как бы ошибка обработана. Ну, вот, как бы она обработана у нас. Вот если вы посмотрите на второй пример, на самую последнюю строку в слайде, то строка error zero, то есть имя нашего ошибки, ну, имя конструктора, для которой instance show написан, оно и появилось у нас внутри конструктора write. То есть ошибка обработана, ну, общий возвращаемый тип string затребованный и есть. То есть вот, если деление произошло, хорошо, то строка с результатом деления. Если деление плохо, то у нас строка с именем сообщения об ошибке вывелась. Вот такой пример использования. Ну, конечно, здесь стрельба из пушек по воробьям. Понятно, что деление – это не самый лучший пример для того, чтобы показывать, как вообще используются обработчики ошибок. Обычно все-таки мы должны иметь какую-то сложную систему, в которой там ошибки могут возникать, а могут не возникать, их нужно отдельно отслеживать, ну и так далее. Я уж не буду вам приводить более сложных примеров, на практике потренируйтесь. Посмотрите, как на предыдущем слайде у нас был определен прототип функции и деления, и функции экзам. У меня используются конкретные монады обработки ошибок, айдер. Однако я могу, используя свой класс тип, который зовется у нас монад-эрор, я могу написать более полиморфное деление, в которое я не фиксирую монаду, которая является обработчиком ошибок. То есть я говорю, что у меня есть некоторая монада M, которая является представителем класс типов монад-эрор с ошибкой div by error, то есть вот с этой моей ошибкой деление на 0 в качестве класса ошибки. Я могу написать вот такое вот деление, гораздо более полиморфное. И могу здесь использовать эйдер, а могу использовать какую-то другую монаду, которая у меня тоже, которая тоже настроена на обработке ошибок. Единственное, что я требую, чтобы она была наша монада M, представителем класса типов монад-эрор. То есть вот этот вот некоторый универсальный ход, который на самом деле используется очень широко. И мы его не видели, но мы с ним чуть позже познакомимся. Мы увидим, что все остальные классы типов, про которые мы говорили, они на самом деле именно так и устроены. Не классы типов, а все остальные монады. Большинство таких монад. То есть есть, помните, у нас была такая state s, то есть монада, отвечающая за состояние. На самом деле это не какой-то state объявленный монад, а есть там монад state. Вот такой класс типов, который там содержит монаду и тип состояния, где состояние зависит от нашей монады. И вот это интерфейс, который позволяет описать интерфейс работы с состояниями. А что такое интерфейс работы с состояниями? Это get, это put. Вот эти вот функции, которые мы описывали, так же как throw и catch, это интерфейс работы с ошибкой, так и интерфейс работы с состоянием put.get. Он привязан не к монаде state конкретной, а к любой монаде, которая наделена интерфейсом state. То есть как раз интерфейс обработки и конкретная монада, которая это умеет делать, они разделены друг от друга. И put, и get это не конкретные функции, которые умеют работать именно со state, а это функции, которые умеют работать с любой монадой, на которую навешан соответствующий интерфейс. Ну вот и writer, и reader так же устроены. Все, что у нас было, там, tellur, ask, это тоже элементы соответствующего интерфейса. Монад writer, монад reader. Ну ладно, я об этом собирался позже сказать, но рассказал сейчас. Вот мы можем объявить вот такую вот функцию. Ну она ничем поведением не будет отличаться, она просто более полиморфная, поэтому ее можно использовать не только с сейдером, но и с любым другим обработчиком ошибок. Ну поскольку у нас никаких других нет, естественно использовать мы его будем с эйдером. Ну а так, в общем, никаких изменений особых у нас не произошло, поэтому я особо останавливаться на этом слайде не буду. Теперь помните, мы начинали с того, что у нас есть некоторый контекст класс типов error, который изгоняют из хаскеля. Какой в нем смысл? Оказывается, смысл есть. Мы монаду ether по умолчанию объявить представителям класса типов монад plus не можем. А раз мы не можем, значит мы не можем пользоваться гвардами. А гвард это хорошая штука, полезная. А вот если мы дадим некоторый контекст, и вот этот контекст как раз в старой версии библиотеки error, это был контекст error-e. Если error-e есть, то у нас есть m0. Что такое m0? У нас, помните, в контексте error была функция noMessage. То есть некоторая функция, которая как раз могла нам, которую мы могли класть как значение по умолчанию, как нейтральный элемент. Ну вот, и после такого объявления мы уже можем в нашей функции использовать гвард. в наших вычислениях. Ну вот в библиотеке accept это сделано чуть элегантнее. Там вместо error здесь используются ограничения в этом инстансе, с которым все начинается, этот слайд. Как вы думаете, какое? Мануэд. А в мануэде тоже есть нейтральный элемент, который мы можем делать. Ну вот, как говорится просто, что тот класс, если мы хотим писать monad plus, то очевидно, класс ошибки нужно сделать мануэдом. Ну это полезно из некоторых соображений, mplus тоже может использоваться. Вообще мануэд там полезен, мы это увидим и в домашнем задании тоже. И на практике, если успеем. Ну вот теперь можем пользоваться гвардами, и соответственно, эти гварды нам что-то возвращают. Ну чудесно, мы монаду с обработкой ошибок обсудили. В наших дальнейших занятиях мы обработку ошибок будем приделывать. Я уже так вперед заглядываю, потому что я написал все степы на степиках. У нас с вами будет 101 балл на степике. И вот следующее задание, оно будет как раз посвящено довольно активно использованию этого эррора. И дальше, забегая чуть-чуть вперед, скажу, у нас будет, пока стираю все, забегая чуть-чуть вперед, скажу, у нас будет, мы будем изучать вывод типов, механизм вывода типов логариума Хитлера-Миллера. И последнее наше задание, вот с 13 мая на 20-е, оно будет посвящено тому, что вы этот логариум сами напишите, вывода типов. То есть для, ну для такого, для простого, для амбдоисчисления, просто типизированного. При этом с обработкой исключительных ситуаций тоже там могут быть ошибки, то есть есть некоторые термы, которым тип нельзя приписать. Вот в этих ситуациях у вас будет ошибка, поэтому вот как раз эту технологию вам придется использовать. Обработки ошибок. Но хорошо, значит, мы с ней более или менее познакомились. Теперь мы приступаем к самому завершающему нашему, нашей теме. Это тема, которая зовется трансформером АНАТ. Значит, что такое трансформеры АНАТ? Давайте там без слайда просто коротко поговорим. Значит, нам, каждая АНАТа, она нам обеспечивает вычисление с некоторым эффектом. То есть вот, скажем, если мы хотим обрабатывать исключительные ситуации, ну хорошо, мы накручиваем некоторую АНАТу, ну например, Aether, будем говорить просто, что вот у нас вычисление, делаем в АНАТе Aether, можем обрабатывать ошибки. Но если мы хотим обрабатывать ошибки, одновременно делать ИО, мы тогда должны делать вычисления и в МАНАДе ИО, и в МАНАДе Aether одновременно. То есть нам, очевидно, нужно как-то сконструировать совокупную МАНАДу. То есть взять ИО и взять Aether, и как-то объединить их. Ну мы уже помним, что с аппликативными функторами у нас проблем не было. Мы могли, если у нас есть два аппликативных функтора, мы просто говорим, что композиция двух аппликативных функторов это аппликативный функтор. И мы могли написать там вот такой вот аппликативный функтор, у вас такая задача была. fg, ну там, compose, fg. То есть если f у нас это аппликативный функтор, и g это тоже аппликативный функтор, ну я пишу, что у них, во-первых, kind'ы такие должны быть. Ну тогда compose fg тоже такой kind' имеет, и мы доказывали, я не помню, доказывали или нет, но в общем я сказал, что можно доказать, что всем законам аппликативных, нет, не доказывали. Можно доказать, что всем законам аппликативного функтора эта штука удовлетворяет. Вот и все. К несчастью, с монадами такое не проходит. Монады слишком богатый интерфейс нам дают, поэтому композиция монад формальная написать тяжело, то есть тяжело соединить два эффекта. Про каждые два эффекта, которые мы склеиваем, мы должны что-то сказать, как они друг другом сцепляются. В некоторых случаях просто, а в некоторых случаях нет. Тут нужно подчеркнуть, что некоторые монады коммутируют, некоторых монад композиция есть монада, но в общем случае это неверно. Поэтому для каждой конкретной пары мы должны какие-то слова проговаривать. Ну вот давайте все-таки для того, чтобы для каждой конкретной пары не проговаривать слова, давайте мы скажем следующее. Задача такая. Есть у нас некоторая монада, про которую мы ничего не знаем. Мы хотим к этой монаде, у которой есть какие-то эффекты, добавить еще какой-то дополнительный эффект. Вот трансформер монад как раз это и делает. Он говорит, если M это монада, то тогда T, M, где T это трансформер, это тоже монада. Ну вот, в общем, идея такая. Теперь давайте после того, как я какие-то общие слова сказал, давайте перейдем уже к примеру, попробуем поработать в монаде, которая нам известна. Монада State. Помните, как монада State устроена? У нее два параметра. Первый параметр — это тип состояния, которое хранится. Ну, второй параметр — это просто некоторые параметры, которые всегда у любой монаде есть. То есть он в ду вычислений каждый раз меняется. Ну, в общем, то, что, собственно, параметризует любую монаду. Ну, вот в данном случае у меня есть некоторая монада, которая из состояния имеет интеджер и возвращает значение типа интеджер. Ну, эта монада очень простая. Что она делает? Она прибавляет единичку к тому, что лежит в состоянии, дальше вынимает результат и возвращает его как результат вычисления. Вот что происходит с интеджером. После того, как я запускаю вычисление, вот там на нижнем окошечке видно, «EvalState» возвращает нам, «Eval» возвращает нам то, что возвращает само вычисление, если бы я написал «ExecState», то у меня возвращалось бы состояние. А если бы я написал «RunState», то у меня возвращалась бы пара, если вы помните, как монаде «State» устроено. То есть у меня есть отдельное состояние и отдельный результат каждой срочечки вычисления. Ну вот, как бы здесь возвращается результат вычисления. Ну, неважно, потому что здесь одно и то же они совпадают. Поэтому, в общем, на это можно не обращать. И есть второе вычисление с состоянием. Это вычисление, которое как бы работает со строкой string. Ну и делает она ровно то же самое. Она берет строку и к концу ее присоединяет единичку и возвращает нам результат. Ну вот, если мы запускаем «UVALState» на этом вычислении и инициализируем строку, строкой, состоящей из нолика, то у меня возвращается строка 0.1. Ну а вот теперь, как бы мы переходим, собственно, к это была некоторая идея. А если мы хотим одновременно в одном вычислении и с тем и с другим работать? Состоянием. Ну, первая идея, конечно, простая. Ну, давайте пару возьмем, да и все, и в «State» положим. Кускай в «State» у меня лежит пара. Но это не спортивно, мне это неинтересно, потому что все-таки я хочу научить монады накручивать друг на друга, а здесь говорится, что мы «State» и много знаем, и поэтому можем вот так вот работать. Ну вот, давайте попытаемся все-таки накрутить одно на другое, вот в смысле вот этой вот идеи. Взять одну монаду, неважно какую, и на нее другую накрутить. Вот как это работает, как это выглядит. Значит, что я должен сделать? Я, во-первых, должен пользоваться трансформером. Трансформер для любой монады — это имя этой монады, плюс суффикс «t» большое, «State» — «t». Это трансформер, который устроен таким образом. Сначала у меня идут все параметры, которые у меня для моей монады характерны. Ну, в данном случае для монады «State» мне нужно тип состояния задать. Поэтому я говорю, вот у меня есть «Int». Ну, там «Integer» написан, неважно что. Дальше что я должен делать? А дальше трансформер. Вот трансформер закончился. Вот он у меня, трансформер. Дальше он должен упаковывать какую-то внутреннюю монаду. Ну, хорошо, упаковывают, упаковывают. Качество параметра задается внутренняя монада. Это опять «State». «State» и у нас теперь «String». Ну, помните, я хочу накрутить «Integer» на «String». Это моя задача была. Вот «State» — «String». Ну, дальше. А на что я хочу накрутить? «Еще». Я говорю, ну, уже ни на что. Я мог бы написать вот так вот. «State» — «String». И это было правильно. Да, я взял, закрутил трансформер на некоторую монаду. Да, это монада «State» — «String». Ну, что я так могу написать? Ну, на самом деле, это вранье. Потому что такого «State» — и нет никакого. То есть «State» — вот теперь я могу открыть вам некоторую тайну. Стандартную библиотеку написано так. Ну, точнее говоря. «State» — «State» — «State» — «State» — «Adentity». накрученный на некоторую монаду, которая есть. Вот есть монада identity. Та монада, с которой мы начинали, она на самом деле есть. Помните, мы начинаем с монада identity. Она есть и она очень полезна. Трансформеры монады это как капуста, капустные листы, а монада identity это кочерыжка. Внутри монада identity, а дальше с помощью трансформеров монад, соответствующих все монады, на эту кочерыжку накручиваются. То есть мы получаем там, хотим еще один эффект, накручиваем еще один слой капустных листьев и получаем дополнительный эффект. Хотим еще один, еще один накручиваем. Вот собственно трансформеры монады, он таким образом работает. Вот это то, что накручивается, а это то, на что накручивается. Ну и здесь опять state int, накручивается на state string, но на самом деле это накручивается на то, что там написано. Ну все, вот получившаяся вот эта штука, это уже монада, то есть штука типа звездочка, стрелочка, звездочка, kind, точнее говоря, стрелочка, стрелочка, звездочка. И наша задача еще указать вот эту вот kind. Ну чем мы инициализируем нашу монаду? Ну здесь мы инициализируем, конечно, пары, потому что нам и int нужно хранить, и string нужно хранить. Поэтому мы говорим, что вот дальше int string, это как раз то, что связывает вот эту штуку. И вот получившаяся вещь, это как раз тип нашего вычисления. Ну хорошо, с типом разобрались, как устроен тип. Теперь как устроено само вычисление? Смотрите, у нас есть две монады, накрученные друг на друга. Состояние типа int снаружи, состояние типа string внутри, ну и кочерыжка внутри identity, про которую мы пока забываем. Скоро вспомню. Значит, что нам нужно? Я пишу modify плюс один. То есть я вообще внешнее вычисление у меня происходит в какой монаде? В монаде состояние int. То есть вообще как будто бы у меня state int, ну и там что-то внутри, неважно что. Значит, modify плюс один просто добавит к этому состоянию единичку. Но если я хочу достучаться до внутренней, до внутреннего state, мне нужно как-то сказать моему вычислению, что я хочу работать не с этим, само слово modify, оно к чему относится? К этому или к этому? У меня и в этой монаде modify есть, и в этой монаде modify есть. Ну вот здесь вот put, get, modify. Ну хорошо, вот оказывается для того, чтобы внутреннюю монаду достучаться, мне нужно просто указать lift. То есть я говорю modify и lift. Lift означает подними на один уровень. То есть modify плюс один и lift подними вычисление из внутренней монады во внешнюю монаду. Понятен смысл лифта? Это вот некоторая единственная дополнительный интерфейс, который вводит трансформер монад. Lift — способ поднять вычисления из внутренней монады во внешнюю монаду. Если нам нужно через пять монад протащить, нам нужно пять раз lift написать. Ну, к счастью, мы сможем от этих лифтов избавиться потом. Ну, пока, в общем, лифты есть, они нужны, а потом мы поговорим, как можно их минимализировать, использовать. То есть пока мы считаем, что мы всегда должны считать нужное количество лифтов, чтобы поднять вычисления в нужную монаду. То есть во внешнюю монаду из нужной глубины внутренних монад. Ну, дальше что у нас нужно? Мы хотим теперь после того, как изменили состояние, увеличили на единицу, вытащить эти измененные значения. Делаем это с помощью чего? Гетта. Опять же, из внутренней монады, из внешней монады, точнее говоря, мы сразу вытаскиваем, а для внутренней монады опять должны использовать лифт. То есть взять get, ну, с помощью лифта, как бы сказать, насколько вглубь мы хотим залезть в наше вычисление, получить значение типа b и, наконец, возвращаем. А, b. Ну, понятно, как устроено вычисление в этой капусте. То есть мы можем достучаться до любой внутренней монады, использовать стандартные функции интерфейса этой монады. Если бы у нас там был writer, например, где-то там, ну, точнее, writer.t, то мы бы могли там, если хотим записать влог какой-то, то мы могли сказать tell, там, привет, записать влог. Ну, а дальше, чтобы поднять все это, мы должны, соответственно, нужное количество лифтов указать. Lift, там, tell. Ну, вот, это означает, что у меня монада внутри writer, и я там что-то пошел влог. Ну, окей, теперь как все это запускать? Ну, давайте будем по типам смотреть, как же все это запускать. Давайте сначала возьмем, вот у нас есть stack comp, правда, вот наш stack comp. Он какой тип имеет? Он имеет тип state t от integer, то есть снаружи у меня монада, которая имеет состояние integer. Поэтому для того, чтобы запустить такую штуку, я должен запустить eval state. Ну, соответственно, поскольку тут у меня есть суффикс t, то там тоже суффикс t появляется. То есть я сначала запускаю самое внутреннее, eval state t, мой комбинатор, и дальше передаю значение, нужное для инициализации мне, нолик. Дальше что я должен? Дальше я должен запустить следующее вычисление. То есть, ну, как бы у нас следующее вычисление тоже state, но от стринга. Ну, соответственно, я пишу eval state t, дальше передаю вот это вот запущенное вычисление, уже передаю инициализирующий стринг. Ну, и наконец, что у меня осталось? У меня наконец докопался до монада identity внутренней. Ну, для того, чтобы запускать монаду identity, у меня есть страна identity. То есть вот способ запустить эти монады. Если мы смотрим здесь, то здесь как бы у нас накручивается все вокруг кочерыжки, вокруг identity. А там наоборот, у меня как бы раскручивается. Ну, в том смысле, что у меня сначала, если мы подряд читаем, пишем run identity. То есть начинаем от кочерыжки писать. Ну, а дальше все следующее обертки. Ну, в общем, нет, с другой стороны понятно, что у нас если комбинатор вот такой вот есть, то именно так его и надо запускать. Просто здесь такой вопрос о порядке. В общем, порядок довольно естественный. Ну, хотя, правда, мы пока не знаем, как все устроено внутри, поэтому... Да, еще одно замечание, которое нужно сделать. В качестве кочерыжки вот этой внутренней используют либо identity, либо, если у нас вычисление мы хотим делать с EO, поскольку EO довольно специально устроено, то EO у нас всегда в качестве кочерыжки используется. То есть его накручивать не надо, нет трансформера для EO. Если мы подразумеваем, что вычисление будет делать ввод-вывод, то в качестве основы используются монады EO. На нее накручиваются все остальные эффекты, которые нам нужны. Ну и, соответственно, если мы хотим поднимать действие ввода-вывода для лифта, есть специализированный лифт EO, который позволяет вытаскивать наверх операции ввода-вывода. Ну вот, теперь, после этого такого неформального введения на примере, давайте посмотрим, что у нас есть. То есть я уже про это говорил немножко, поэтому мы сейчас быстренько пробежим. Ну, во-первых, как бы идея такая, трансформер – это конструктор типа, который принимает монаду в качестве параметра и возвращает тоже монаду. Поэтому у трансформера должен быть вот такой вот кантри. Принял монаду – вернул монаду. То есть это двухпараметрический тип, причем первый параметр у него монадический. Ну, это первое требование, которое к трансформерам применяется. То есть вот это должен быть объект с таким типом. Более того, если у нас есть некоторая произвольная монада M, то Tm, примененный к монаде, получается объект вот такого вот кантри. И эта штука должна быть монадой. То есть вот у этой штуки должны быть return и bind, и они должны удовлетворять этим законам. Это второе требование. То есть это монада. Ну и, наконец, третье требование, которое предъявляется к трансформеру монад – это, собственно, наличие лифта. То есть должна быть некоторая функция, которая имеет вот такой вот тип. То есть которая умеет поднимать вычисления из внутренней монады в трансформированную монаду. Ну, скобочки здесь можно ставить, можно не ставить. То есть это вот вычисление в монаде M, а это вычисление в монаде Tm. Ну, которую мы, собственно, объявили монадой на втором шаге. Просто вот это как бы некоторый способ поднимать вычисления из внутренних монад во внешние. Значит, есть две библиотеки, связанные с трансформерами монад. Библиотека Transformers. Ну, она такая немножко более старая. Она соответствует стандарту Haskell 2010. И в ней мы функцию lift всегда вынуждены вызывать вручную. Я не рекомендую этой библиотекой пользоваться, только если вам не нужна совместимость. Если же вы пользуетесь фундепсами и многопараметрическими классами типов, а мы здесь, в общем, ими пользуемся, то, в общем, все то же самое повторено в библиотеке MTL, Monad Transformers Library. И вот этой библиотекой я рекомендую пользоваться. В Monad Transformers Library лифты в большинстве случаев можно не использовать. Как это сделано, мы чуть позже обсудим. Ну, вот с помощью фундепсов и с помощью всего того, что здесь написано. То есть мы по умолчанию подразумеваем, что мы работаем с Amtile. Ну, давайте, как бы, вот эти три требования, которые я написал, давайте мы просто, как бы, скажем, что мы хотим сделать... Потому что у нас есть некоторая монада, которая зовется MyMonad, и мы хотим сделать эту монаду трансформером. Что нам нужно сделать? Ну, во-первых, первое требование, которое у нас есть, у трансформера должен быть такой kind. Ну, хорошо, мы берем A и как бы объявляем NewType Transformer MyMonadT. У трансформера должно быть два параметра. Монады и некоторое значение типа A. Ну и что у трансформера еще должно быть? У трансформера должен быть конструктор. его обычно именно так именуют, так же, как тип MyMonadT. И есть конструктор упаковывает все в коробочку, а, соответственно, Run, функция, которая зовется Run, распаковывает. Вот RunMyMonadT, это как раз некоторая функция, которая запускает вычисления в нашем трансформере. Ну, а что там лежит? А там лежит, собственно, наша монада, MyMonadT, упакованная в ту монаду, которую, собственно, мы... про которую мы ничего не знаем. У нас есть некоторая монада, на которую мы хотим накрутить нашу монаду. Мы знаем, что это монада, и больше мы про нее ничего не знаем. Ну, а внутри лежит наоборот, потому что именно так Run и запускаются. То есть, Run должен запускать... Следующий Run должен запускать как раз вот эту монаду, когда у нас будет эта раскрутка. Ну, поэтому вот мою монаду я как бы засовываю внутрь. Мы дальше на примере Maybe увидим, что там происходит. То есть, наша задача здесь будет Just засунуть в неизвестную нам монаду. Ну, окажется, что это можно сделать. Ну, и Nothing тоже, конечно. Нужные стандартные Just, а нужные Nothing. Вот что нам нужно будет говорить. Ну, хорошо. На самом деле, вот эта сцепляющая конструкция, она может быть более сложной. Мы потом увидим, как они выглядят для монад, и, в общем, там для стандартных монад. Ну, по умолчанию вот так все выглядит. То есть, my монад внутри, а неизвестная нам монада снаружи. Теперь второе требование. Мы сказали, что применение трансформера к некоторой произвольной монаде должно быть монадой. Поэтому мы должны написать просто вот такого представителя. После того, как мы написали наш трансформер, мы говорим, что у нас наша монада. Если m это монада, то m, упакованная в наш трансформер, тоже должна быть монадой. И мы должны написать return и bind, которые наделяют внутреннюю монаду неизвестной нам природы семантикой нашей монады, известной нам природы. Это второе, что мы должны делать. Ну и третье, что мы должны делать. Мы должны написать lift. Функция lift определена не как свободная, а как функция из класса, некоторого класса монад транс. И в этом классе есть единственная функция lift. Собственно, наш тип трансформера должен быть сделан представителем этого класса тип. И lift должен быть определён. Ну, для чего lift задаётся нам известно. Вот, должен быть определён lift. Ну, собственно, вот всё. После этого у вас получается ваш трансформер монад. Теперь давайте всё это разберём на примере. А, ну да, есть ещё законы класса типов монад транс. У всякого класса типов есть некоторые законы. Но вот такие законы должны быть. Они, в общем, разумные. Если мы берём return, чистую стрелку и лифтуем её, то это должен быть return. То есть тут как бы понятно, что грязи при лифтовании не должно возникать. Дальше что у нас ещё? То есть, ну вот, return поднят, и здесь тоже должен оказаться return. Ну, да, это правильное действие, правильное соображение. Ну и дистрибутивность должна быть. То есть монадическое вычисление и lift должны быть друг от друга независимы. Вот что значит это дистрибутивность. То есть неважно запустить вычисление, а потом лифтануть. Либо лифтануть одно, лифтануть другое, и потом запустить монадическое вычисление. Мне должно быть одно и одно. Ну, как бы вот, в общем, в естественных ситуациях эти законы, конечно, выполняются, потому что, в общем, они обеспечивают некоторую независимость эффектов разумных. Ну вот, теперь давайте для монады maybe выполним, выполним что? Выполним шаг 1 и шаг 3, потому что в шаге 2 мы увидим, что лифт очень удобно использовать, когда мы определяем монаду, потому что лифт кое-чего нам про нашу монаду говорит, про то, как что поднимать. Ну хорошо, значит, типы здесь вообще, говоря, писать нельзя, потому что это частные типы. Но я их пишу вот в инстансах, типы писать, если вы так будете писать, то он будет вам ругаться на нашей. Но я все-таки пишу, чтобы они здесь были. Итак, что нам нужно сделать? Нам первое, что нужно, чтобы определить трансформер, нам нужно определить вот штуку с таким kind. Ну вот, я и говорю, что у меня для maybe как трансформер будет выглядеть. Он принимает монаду и некоторый тип А и засовывает maybe внутрь этой монады. Вот что он делает. А run maybe t, соответственно, выполняет обратное действие. Ну то есть run maybe t наоборот берет монадическое вычисление в моей монаде и как бы просовывает maybe туда. Ну а maybe ты конструктор делает наоборот. Он берет монаду вот такую вот и порождает нам трансформер. Ну теперь что нам нужно сделать? Наша следующая задача, после того как мы определили вот объект с таким kind. Наша следующая задача определить лифт. Ну тип лифта я там написал. Параметром лифта здесь служит некоторое произвольное значение в не специфицированной монаде m. А результатом должно быть значение, лежащее в нашей новой монаде. Трансформером как раз служит наш тип maybe t. Maybe t, примененный k. Ну как же нам поднять? Поднять вычисление в нашу монаду. Ну во-первых, поскольку все должно лежать в типе maybe t, очевидно мне нужно использовать конструктор данных maybe t, для того, чтобы я что-то поднимал. Ну вот я буду писать лифт сейчас немножко не так. Давайте я все-таки напишу, что я лифтую. Я пишу лифт какой-то x. То есть некоторое значение, лежащее в монаде a. Некоторое монадическое значение. Лифт x. Что я делаю? Ну во-первых, результат у меня должен быть упакован в maybe t, в мой трансформер. А дальше вот вопрос, чего у меня тут должно быть внутри. А внутри у меня должно быть следующее. Я должен в некоторую неизвестную у меня монаду, в некоторое вычисление вот этого. x имеет тип m, a. Я должен туда каким-то образом засунуть just. Ну почему just? Потому что это на нашем maybe. То есть поднять некоторое вычисление. Что значит монаду maybe? Значит упаковать все, что у нас есть just. Правильно? Что такое вычисление в монаде a. Все значения просто упаковываются в just. Вот моя задача just засунуть. Если бы у меня, если бы у меня, а как мне вообще в монаду засунуть? Какой? Just. Это что такое? Just. Это стрелка какая-то. Правильно? Функция. Которая принимает некоторое значение и возвращает некоторое значение. Окей, а как мне функцию применить над некоторым контейнерным типом? Если бы это был функтор, то я мог бы написать так. fmap just. x. x это у меня как раз контейнерное значение, just как раз функция. Ну вот я взял и протащил just туда. Но у меня всякая монада есть функтор. Правда, она явно функтором не описана, поэтому функции fmap нет. Но есть полный эквивалент fmap для монад. Этот эквивалент зовется lift m. Ну, можете посмотреть. Ну, то есть только да, конечно, здесь не нужны никакие скобки. lift m just x. Ну, вот это то, что я здесь и должен написать. lift m. Это фактически fmap, но для монады. just x. Вот как происходит lift. То есть я говорю, что в любую монаду я могу универсальным образом воткнуть just. Вот способ это сделать. То есть было у меня вычисление в некоторой монаде без монады, мэйби. Что значит, что я накрутил трансформер? Трансформер. Значит, я поднял вычисление вот оттуда сюда. Это значит, что я просто добавил just внутреннее вычисление. Ну, вот. Хорошо. С этим разобрались. Давайте теперь сделаем трансформер шаг 2. Я, кстати, вот этот лифт теперь, мы им будем пользоваться в дальнейших трансформерах. Шаг 2 у меня начинается с того, в чем шаг 2 заключается. Я должен объявить, если m это монада, то tm это тоже монада. Ну, вот я сверху пишу тип, чтобы он у меня был перед глазами. А дальше я пишу представитель класс тип монада от моего трансформера с контекстом, что m это монада. Ну, первое, что я должен сделать, я должен написать fail. Ну, собственно, fail в maybe, помните, как организован. Fail это nothing. Я ровно это здесь и делаю. Я говорю, что вообще говоря, общий интерфейс fail это string. Но fail в моем случае это что такое? Я должен взять nothing, дальше я должен засунуть ее во внутреннюю монаду m. Как мне засунуть некоторое значение во внутреннюю монаду? С помощью return. Засовываю ее во внутреннюю монаду, а дальше упаковываю со своим maybe-t контейнером. То есть по типу тогда все подходит. То есть получается maybe-t ma. То есть fail работает так. Ну, дальше как мне определить return? Оказывается, return в моей монаде определить тоже просто. Что значит запаковать значение a в мою вот эту сложную монаду, которая и внутренняя монада есть и трансформированная монада. Ну, очень просто. Как во внутреннюю монаду запаковать? Я пишу return, запаковываю это во внутреннюю монаду. А дальше у меня есть лифт чудесный, который поднимает мне все во внешнюю монаду. Я пишу lift return, несложно проверить, что это удовлетворяет всем законам и работает именно так, как нам. То есть just туда отправляется. Ну, return для типа maybe это как раз и есть just. А lift как раз ровно это и делает. Я мог бы здесь явно написать более длинную конструкцию с just, но я просто использую lift. Ну и наконец, как происходит binding. Binding происходит в общем похожим образом. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно описать, как у меня бандится некоторое монадическое вычисление в моей трансформированной монаде. Это значение типа x. И стрелка клей, если опять же в моей трансформированной монаде это все обозначается буквой kf. Ну вот, что я делаю? Во-первых, я говорю, что у меня результат должен быть упакован в maybe. Ну окей, я пишу конструктор maybe t. А дальше допускаю некоторое вычисление во внутренней монаде. То есть do у меня уже происходит в монаде m. Ну что я делаю? У меня есть x, я запускаю run maybe t на x и получаю некоторое значение как раз в нужной внутренней монаде. Если вы посмотрите, как run maybe t устроен, вы увидите, что у меня на самом верху написано, что там после запуска у меня вычисление происходит в монаде m, которое у нас не специфицировано. Я вынимаю значение v и дальше смотрю, когда я вынимаю значение v, опс, что у меня оказывается, что значение типа maybe волшебным образом. Вот у меня внутренняя монада m, там внутри лежит maybe. Вынул я v, оно либо just, либо nothing. Ну если nothing, то что я делаю? Мне нужно во внутренней монаде этот nothing перепаковать и вернуть. А если just, то я запускаю на этом y опять свой run maybe t. Ну при этом применяю стрелку кле. Если стрелку я никак разобрать не могу, она у меня буква k обозначается. Ну таким образом, если у меня nothing, то вычисления прекращаются. Произошел. Если у меня nothing не произошел, то вычисление происходит так, как будто бы у меня монада identity. Ну чего и должно происходить. Вот собственно все мы написали для типа maybe transformer. Это конечно не самая простая штука трансформера монад. Но в общем такая вполне интеллектуально обозреваемая. Ну вот теперь смотрите, что мы можем делать. мы можем одновременно иметь эффект state и эффект maybe t, который мы только что написали. Кстати, файл, который я вам прислал, там все это есть. Можете запускать и смотреть, что получается. Ну вот синтаксис такой же, который мы использовали для наших примеров до этого. Внешняя монада у нас maybe t, накрученная на state integer, накрученная на identity. Значит инициализируем ее некоторым интеджером, значением типа интеджера, ну и запускаем do. Дальше модифаем, лифтим результат, get получаем, лифтим результат. Дальше проверяем значение у нас какое получилось, больше трех или меньше. Если меньше трех, вылетаем с ошибкой, вылетаем с ошибкой в монаде maybe. Потому что вычисления все происходят у нас в maybe, как вы видите. А если меньше, то возвращаем получившееся значение. То есть если больше, то возвращаем получившееся значение. Ну вот запускаем теперь наши трансформеры. Identity, eval state и нашу запускалку для нашего трансформера run maybe t. На нуле получаем nothing, потому что вычислилась единичка и все вылетело. А на двойке вычислилась тройка, тройка больше или равно тройке окей и возвращается в нашей монаде just 3. Хорошо, а если мы не хотим вот такой сложный способ проверки на тройку, а если хотим проверять более легким образом? Ответ тогда пользуемся, если хотим пользоваться гвардом, то нужно что сделать? Сделать представителем monad plus наш трансформер. Ну вот, не сложно сделать. Я уж не буду вдаваться в подробности, как это сделано. Ну понятно, что можем M0 описать опять на языке трансформер m plus. Теперь можем пользоваться гвардами. Вот у нас версия уже более элегантная. А как нам от лифтов избавиться? Вот хотелось бы здесь еще в нашем коде mbst' без лифтов все писать. Ну, очевидная идея такая же. Раз здесь мы спрятали с помощью представителя monad plus, то, очевидно, здесь тоже с помощью какого-то представителя. Что мы хотим? get спрятать и modify спрятать. Так вот, оказывается, что для любой пары monad можно избавиться от подъема стандартной операции вложенной monad. Вот у стейта, как вы помните, я сказал, есть стандартный интерфейс, который зовется get, put, modify. И, кстати, state с маленькой буквы. Это тоже некоторый интерфейс для трансформера, то есть для класс типов monad state. И вот что мы можем сделать. Мы можем объявить наш maybe-t трансформер, примененный к некоторой monad, представителем класс типов monad state. Объяснить, как будет работать get и как будет работать put. Причем объяснить, это означает, что написать просто вот такой вот переходник, совершенно универсального характера. В большинстве случаев переходники выглядят ровно так. get равняется lift get, а put равняется lift.put. Ну просто из типов. То есть мы просто говорим, что значит сделать нашу monad, maybe-t, наделить интерфейсом стейта. Это значит откуда-то из внутренней monad, где state есть, где get есть, поднять этот get. И теперь get является частью интерфейса нашей monad, нашего трансформера. И поэтому lift писать не нужно. То есть наша monad просто из внутреннего, из внутреннего state поднимает какой-то get и какой-то put. Ну и вот теперь посмотрите, после того, как я написал, сказал, что наша monad, точнее говоря, наш трансформер имеет соответствующий интерфейс, мы можем легко работать без всякого, без лифта. так, как будто бы вся эта накрутка у нас однослойная. Естественно, что есть ситуации, когда без лифта мы обойтись не можем. Но если у нас внутри два стейта, то как бы из какого стейта мы поднимаем, не очень понятно. То есть там есть некоторые конфликтные ситуации. Но вообще говоря, стандартные операции и стандартные monad трансформеры прозрачны друг для друга. То есть там tel мы можем поднимать на сколько угодно, ask, get, put, modify, ну и так далее. Ну и наконец, вот теперь мы можем увидеть, как все монады, про которые мы говорили, устроены. Мы начинали с того, что у нас есть монада state, reader, writer. На самом деле таких монад нет, есть трансформеры соответствующие, накрученные на identity. Вот снизу вы можете увидеть как раз все утверждения о том, как устроены reader, writer и state. Дальше говоря, внутри лежит некоторое естественное для этих монад вычисление. То есть некоторый исходный тип, который трансформер просто приклеивает к чему-то. То есть вот исходный тип для reader, например, это стрелка. Исходный тип для writer — это power. Исходный тип для state — чуть посложнее. Исходный тип для ether — это просто или-или, то есть тип суммы. Ну есть еще одна монада continuation — мать всех монад. Но про нее я вам рассказывать не буду, сами разберитесь, если хотите. Там тоже есть соответствующий трансформер. И вот есть тип трансформера — это последняя конструкция, которая показывает, как внутреннюю монаду трансформер протаскивает. Ну вот для ether мы видим, он ее вытаскивает и для writer вперед. А для стрелочных типов — не совсем так. Для стрелочных типов внутренняя монада, она протаскивается вперед, конечно, но до стрелки. А стрелка остается слева. Ну это просто в том, что стрелочный тип так устроен, и это естественное поведение для трансформера. Ну вот так устроена библиотека mtl внутри себя. Теперь вопрос в том, что во что вкладывать. Вот есть у нас state и есть error. Коммутируют ли монады? Вообще говоря, нет. Error и state не коммутируют. В том смысле, что семантика error, вложенная в state, и state, вложенная в error — она разная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok